начиная от границ Армении и до Баку и в принципе неплохо жили насколько я знаю ну какие-то случаи может быть и были но в Армении я знаю ситуация немножко другая Армения сегодня не ведет антиазербайджанскую пропаганду более того вот мне интересно ваше мнение скажите каким вы видите отношения с Азербайджаном в будущем я вообще-то считаю что любой народ неправильно чтобы отравить на другой каких бы конфликта не было любой конфликт все равно через год 10-20 что будет решаться но этот остаток этот пропаганда не надо вести зло потому что я считаю что неправильно сколько бы мы не были врагом сегодня все равно они наши соседи мы соседи и надо отравить людей тело и поколение я считаю неправильно Россия является стратегическим партнером военно-политическим союзником республики Армения Армения входит в ОДКБ в Евразес разные структуры под эгидой собственно говоря где Россия играет главенствующую роль и насколько мне известно все-таки Россия играет очень серьезную роль в безопасности республики Армения обеспечивает определенным образом безопасность республики Армения поддерживаете ли это и каким вы видите взаимоотношения с Россией в будущем какое место Россия должна занимать во внешней политике Армении во-первых я вижу Россию как союзника но ту политику которую сегодня ведет Россия относительно Армении я считаю неправильным потому что отталкивать Армении от себя это неправильно во-первых я считаю что должна быть дорожная карта между ними двум этим государствами мы чтобы понимали какие шаги мы должны делать и какие какой должен делать Армения России если этого нету вот эти бумаги которые подписывали и так далее и так далее потом говорить вот ну Азербайджан тоже нас союзник мы же не можем на Азербайджан это и так далее этого не надо делать надо четко просто ставить не то что перед фактом ставить потом сказать нет мы не можем а заранее чтобы было бумаги и чтобы мы понимали вот в этом вопросе Россия имеет нейтралитет в этом вопросе Россия имеет вот эту позицию понимаете если мы союзники если мы понимаем друг друга если мы просто так подписываем там какие-то бумаги просто для виды чтобы там какой-то союз вошли там войска здесь стоят и так далее Россия это главный союзник Армении хотим мы этого или нет но это не дает россиянам власти России чтобы вот вести себя так как она вела вот сейчас они должны понять что в роли в Южном Кавказе для России потеря горной части Карабаха и это все может такое получиться что Армения отойдет от России а то что говорят что мы с Турцией не можем решать вопросы мы не можем вот эти коридоры эти все пооткроем ничего страшного если подлежать под кого-то то какая разница под чей ты лежишь натовский флаг привези американский став на границе это вы хотите это ваше отношение это ваш союзник мы же не говорим есть в России такую позицию что армяне хотят что мы войну ступали за них за Турцию не надо ребята не надо вместо нас а вот когда вы 6 миллиардов долларов оружие продали и вы узнали в вашей разведке что 5 миллиардов Израиль продал столько миллиардов Турции дал Украина продал и так далее на 20 миллиардов они вооружение покупали вы не думали вашим союзникам как он будет защищаться вам надо было думать а ничего не то что сегодня сказать вы знаете вот вместо вас мы не говорим вместо нас мы говорили вам если вы продаете вы говорите эти коммерческие да дайте нам оружие противоядие этого оружия кредит оформляете что хотите делаете но дайте если мы ваши союзники а не то что спустя 20 лет скажите ну извините армяне предатели армяне нас оставили сейчас играют с западом вы то столкайте армян на это или вы не считаете так просто забываем то что мы продали 6 миллиардов долларов оружие ну давно было забыли уже или забываем что Израиль продал забываем что Украина Беларуси продал Турция и разведка Чехия продал Сербия продал и так далее и разведка российская узнала об этом они понимали что по этой вооружении Армения не может удержаться тогда почему вашего союзника не сказали ребята оставьте всю эту территорию мы ничего не можем делать вы должны идти на эту уступку вы не это делали не то не делали извиняюсь есть мнение и вы об этом в принципе намекнули что у России есть надежда что Азербайджан может быть и вступит в некие союзнические отношения с Россией ну вот ЭКБ в Еврозес там и так далее все таки считаете что не вступит ни при каких обстоятельствах понимаете давайте так скажем Азербайджан это самостоятельное государство энергетическими ресурсами экономическими оно нормально себя чувствует шейх почему должен пойти под кого-то шейх Алиев почему должен лежать под кого-то это первое второе почему вам кажется что оно если шел бы на ОТГБ три раза дешевле оружие это покупал бы чем сейчас он покупал три раза дорого но не вшел туда это второе третье я не считаю пусть если они считают что уговорят получится пусть попробуют дай бог им здоровья ну и последнее если позволите пожалуйста как вы считаете какое будущее ждет Армению и какое будущее ждет регион Южного Тавказа я считаю что будущее Армении процветающие мощные нормально будет все хорошо Армения и в своем географическом все есть чтобы он мог себя и защищать и удержать и регион чтобы было спокойнее и администрация